Свой доклад о главном финансовом документе города на 2019 год и плановом периоде на 2020 и 2021 годы глава города начала с информации о том, как в этот раз планировали бюджет на следующий год. Речь преимущественно о 2019. В октябре с 10 по 15 октября депутатская комиссия по бюджету, председатели других депутатских комиссий заслушивали каждого заместителя главы администрации, начальника отдела, которые рассказали, какие предписания существуют во всех образовательных организациях, организациях культуры, какие суммы нужны для выполнения этих предписаний, сколько средств нужно на зарплату, на коммуналку, на текущую деятельность. А дальше уже, исходя из этого, каждая цифра анализировалась и принималось решение, какие цифры по той или иной программе нужно включить. Все обозначенные потребности выливаются в сумму 989 миллионов рублей без учета выплаты заработной платы. Это желанная сумма, но реальная ощутимо меньше. Доходы в 2019 планируются на уровне 712 миллионов рублей, расходы 735 миллионов. Дефицит составляет 23 миллиона рублей. Есть три составляющие доходной части бюджета. Это налоговые доходы – 9 позиций, неналоговые доходы – 5 позиций, они есть на слайде, и безвозмездное поступление – 4 позиции. Безвозмездное поступление – это дотация областного бюджета, субвенции и субсидии, а также иные межбюджетные трансферты. И именно это является основной составляющей нашего бюджета. Он на 65,5% зависит от областного и федерального. Это говорит только о том, что мы более активно входим в программы и привлекаем областное и федеральное финансирование. В абсолютных цифрах вы видите, что налоговые доходы – это 172 миллиона рублей, неналоговые планируются – 73 миллиона рублей, безвозмездное поступление – 466 миллионов рублей. Бюджет составляется в виде финансирования муниципальных программ. Их 8. Основные расходы идут на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг и другие расходы муниципальных учреждений, а также социальные выплаты. Ну а теперь несколько примеров, сколько нам нужно было средств и сколько мы с вами заложили в бюджет 2019 года. Берем развитие образования города Слободского. На раздел информатизация, а без информатизации сейчас не работает ни одно учреждение, думаю, что с этим все согласятся, значит, управление отдела образования запрашивало 278 тысяч рублей. По итогам всех рассмотрений на этой статье остается 58 тысяч рублей. Программа «Безопасность общеобразовательных организаций». Если мы посмотрим, сколько нужно на сегодня нашим учреждениям, то цифра получится 18 миллионов 42 тысячи. С учетом возможностей бюджета закладывается 3 миллиона рублей. Развитие физической культуры и спорта. Здесь потребность, которая заявлена социальным блоком на 2019 год – 43 миллиона 49 тысяч рублей. Однако 41 миллион с половиной – это исполнение предписаний надзорных органов по детско-юношеской спортивной школе. То есть на все остальные позиции 2 миллиона необходимо. Однако из всей этой суммы, вы видите, остается только 290 тысяч рублей на данную программу. Если нужно было на образование и культуру 70 миллионов, осталось 1 миллион 297 тысяч рублей. Не заложены деньги по статье «Содействие занятости». Это несовершеннолетние. Просили 120 тысяч рублей, получилось ноль. И профилактика правонарушений – это ДНД, стимулирование деятельности добровольной народной дружины, сводный отряд, который не при предприятиях осуществляет свою деятельность. Из необходимых 150 тысяч рублей в проекте бюджета только 95 тысяч рублей. На самую сложную программу развития коммунальной и жилищной инфраструктуры было запрошено 787 миллионов рублей. 753 из них – предписания надзорных органов. В проекте бюджета на 2019-й отражена цифра лишь в 21 миллион. Для понимания, на уборку аварийных деревьев было запрошено 1 миллион рублей. Запланировали 300 тысяч. На озеленение – 300 тысяч рублей против требуемых 2 миллионов. Содержание кладбищ – 1 миллион против необходимых 4-х. Самая большая потребность в финансах идет по предписаниям ГИБДД. Это замена всех светильников уличного осуществления, чтобы они функционировали в круглосуточном режиме. Это дорожное покрытие на всех участках дорог и так далее. По этой статье, вы смотрите, получилось у нас заложить только ноль. Словом, возможностей, чтобы удовлетворить все потребности, вновь не хватает. В таких реалиях предстоит жить и работать.